Привет из Львова. Паня Валерия, мне нужна ваша помощь. Я выращиваю персики. Сейчас вы видите чудеса настоящие. Я выращиваю персики из косточки. Скосточки. Еще раз говорю. Скосточки. Это не я. Я сам был поражен. Что вы видите дальше поражен? Сенце мощное, без укрытия. В первогодичном годе высота, будем считать, до 1-3 метра. Материнский перистик никогда не обрезал. Следующее в вашем видео. Замечательно. Результат вы видите. Первый год плодоношения я оставил на персике 15 штук. Это завязи. На 2-й риг трохи оборвало завязи. Я бы... Вот Дана. Далеко не добраться. Я бы руки... Вы обрываете цветы, а я бы руки оборвал. Вот. Я по-другому говорю. Надеюсь, не обидитесь. Так. Оставил 30 килограмм. Всего-то. На 3-й год. На... А, это 2-й год. На 3-й год 60 килограмм. Вы думайте с этой цифрой. Она меня поразила. Она меня убила. Я со своими результатами ухожу на 2-й план. Вообще исчезаю. Всё. Пишу о неком заявлении писать. Короче, я ухожу на пенсию. Так. На 4-й. 110 килограмм. На 4-й год. Вот. Я в это поверю. Увидим фотографии. На 5-м году. В мае 200 килограмм. Так. Пораховано по среднему, по косточкам. Все знакомые садов... Да. Самое настоящее начинается. Все знакомые садоводы мне говорят, что я так... Что так как я не провожу омолаживающую обрезку, то он скоро засохнет. Или будет плодоносить уже мало. По краям кроны. На однолетних этих самых... На однолетних ветках. А решта дерева. Ну то есть середина, будем тут говорить. Переводится как остаток дерева. Ну то есть оставляя часть дерева. Это значит середка. Будет пустой. Это правда? Или требуется его омолаживать и обрезать? Материнское дерево заплодносило на 4-й риг. Так. А тут был 1-й рог. Тогда это получается не материнское. Ну ладно. Будем считать, что тут не хватает информации. Тут написано с 1-го года, а тут на 4-й год. Вот. Ну ничего. Это не суть важна. В любом случае, хоть так. Хоть так. Это сенсация. Почему? Вы думаете, это не першик? Не-не. Это мой першик. Я хочу сказать. Посыпать голову пеплом. Сказать, ухожу в монастырь. Там тоже, наверное, буду выращивать. Потому что я против нее полный ноль. Смотрите сюда. Персики размером 30 грамм. Так. Видели? Вот. Называется Хасанский. Вот. Я вместе сниму монастырь. Почему? Внимание. Смотрим ее фотографии. Зима. Львовская область. Когда я там жил, у нас, кстати, большая аудитория. Последние эти. Звонки Кабарда, Северная Осетия. Так. Господи. Еще южнее, еще южнее. Памяти нет. Звонки и письма. В общем, заинтересовалась Украина. И вы потом прошли такое письмо. Вы поймете почему. Так. А я жил там, провел с пяти лет в Волгинской области до одиннадцати. Это лучшие годы моей жизни. Я полюбил на Украину навсегда. Я полюбил украинский язык. Вот. Я почти разучился говорить. К сожалению. Все. Ну, с удовольствием я на украинском поговорил. Тогда мне русские не поймут. Так вот. Начиналась всегда зима. Первых числах декабря. Наверное, самая здоровая часть Украины. Вот. Заканчиваясь, как положено, где-то в феврале. Так. Зима нормальная. Без оттепеля. Без дождей. Что я испытал. Потом уже взрослый, когда я приезжал, заметьте. Я отвечаю жителю Кабарды. Так. Терский район. А я жил в Майском. Это совсем рядом с Терским районом. Вот. Знаю эти слякотные зимы. Они касаются многих из нас. Вот. И всего при Байкале. Всего при Черноморье. Всего при Балтийское государство целое. Все касается. Вот. Где неустойчивая погода. Слякот зимой. И дожди еще зимой. Вот. И я застал там цветущие сады. Что здесь сейчас творится. Ужас. Потом познакомлюсь с этим ужасом. Вот. Но в Херсонской области, Берсалский район, я познакомился с плодами абрикоса до 150 грамм. Представляете, что такое 150 грамм? Нет? 6 штук килограмм. Так вот. Я с ними познакомился. Я сейчас с ними воюю. Уже прошло 18 лет. Я не добился. Я близко такого этого. Вот. Но главное, я оттуда привез жердели. А эти жердели, это будут еще вопросы. Ваши же вопросы. И вообще наша тема абрикос. Значит, эти жердели выдерживают любую слякоть. Так? И вот теперь я жителям, их несколько обратилось ко мне. Я советую. Хотя для меня это было настолько удивительно, что сибиряку. Вот. Я им сказал, очень опасно садить мощные сибирские варианты даже. Вот. А Бродским посоветовался. У него эти же абрикосы, которые у меня, да? Вы знаете, что меня отругал? Поймите, тема абрикоса. Я не то, что болтовнёй занимаюсь. Вот. Знаете, что он меня отругал? Ну, по-доброму. Вот. Что я, дальневосточные абрикосы, которые выдерживают слякоть, ураганы, циклоны, бесконечные дожди, наводнения. Вот. Что я их порчу тем, что они у меня живут рядом. Внимание. С европейцами. Вот. Которые, к сожалению, не такие терпеливые к сырости. Вот. Перепыляются с ними. И что получается? Получаются это гибриды, которые... Ну, мягко говоря, ну, чуть ли не ошибку я совершаю, если не преступление. Где я их рассажу? Вот. Что я могу сказать, Юрий Васильевич? И я действительно порчу. Дальневосточные должны... Их там... Они уже попорчены европейцами. Это Казьмин, но в хорошем смысле слова. Выдающийся Казьмин этим занимался. Вот. Этим занимался выдающийся садовод Байкалов. И видите, к чему мы пришли. А здесь Западная Сибирь. И вот смотрите, что... Дело в том, что абрикос и персики это такая родня, что... Близкая, что можно говорить и о том, и о том одновременно. Почему? Если между ними, возможно, гибриды, а значит, опыляют друг друга. Так. Сень своей гибриды, возможно. Значит, это очень близкие родственники. Вот. Смотрим дальше. Следующая фотография. Знаете, почему я ее? Я мог ее пропустить просто. Вот он, персик. Вот это вот для меня, как красная тряпка до быка. Убрать камни немедленно. Вот. Это я так, по-доброму, Дана. Вот первая фотография. А как? Не обманула с этими десятками килограмм. С одного дерева. Смотрите сюда. Знакомьтесь с уникальным, удивительным человеком. Дана, я вас любился. Был бы моложе, я бы уже телефон бы спросил. Назначил встречу где-нибудь. Вот. Вот это чудо. Ну, что? А? Сибиряки. Нам до нее, как до неба. Но я не обижаюсь. Вот. Для нас предел мечтаний, это дальневосточные абрикосы. Ой, персики. А тут вот такой вот. Значит, что она мне спросила. Резать, не резать, калечить, не калечить. Вот я подошел к главному. Вот. По ее понятиям он мельчает. Я говорю, Дана терпит ее еще несколько лет. Есть такое понятие, моложе. Омолаживающая обрезка. Я не против нее. Почему? Любое дерево переживает лучшие годы. На молодом я когда-то. Знаете, когда я получал первые годы, когда я был дурак-дураком. Вот. 100-граммовые абрикосы, а эти самые сливы, 500-граммовые яблоки и сладчайшие груши, найдите в невероятно кислых подвоях. Вот. И у меня сносило крышу. Это потом мне пришлось думать, как это все сохранить. А потом шло время, и потихонечку, потихонечку начинает мельчать. Это нормальный процесс. Это люди придумали омолаживающую обрезку. И вам правильно думают, говорят, у вас теплее. Я разделил с Курдюмом, мы поделили по-честному. Южное садоводство, северное. У вас южное. Вы можете обрезать часть веток. Вот, например, где бы я резал. Смотрите, я показываю. Даже, вот нет, вот здесь, наверное. Толстая ветка, видите, вот, на которой приросты последнего, предпоследнего года. Вот так. Вот. Но рано еще, еще пока рано. Пусть будет они помельче. Но их будет чуть побольше. Возможно, даже, ну, бывают неблагоприятные годы. Может, ни одного не будет. Да. Потому что, извините, я, там были 30 градусов мороза, это, извините, персик. Это благополучие ваше, может, завтра кончится. И вот тогда рано, которое вы нанесете, чтобы сами посоветовали укрепить плоды, она станет какой опасной и, в частном случае, смертельной. Вот. А дальше, пожалуйста, не жалко чудо-дерево. Эх, Дана, я вас влюбился. Все. А я еще недавно хотел переехать в Херстенскую область. Субтитры сделал DimaTorzok.